Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня мы с вами сошьем платье по выкройке Элины Патыковой, платье Муслин девочки. Платье среднего объема отрезное по линии талии. Центральная застежка на петли и пуговицы. Рукав цельнокрайенный. По низу рукавов манжеты. Юбка со сборкой по верхнему срезу. Рекомендуемый материал Муслин. В каждой выкройке прилагаются подробные таблицы с расходом и размерами. Ссылки на выкройки и магазин тканей оставлю в описании под роликом. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат и измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте ее рассмотрим. Нижняя часть спинки. Раскроить нужно одну деталь со сгибом. Метки все перенесите. Есть данные о длине сборки. Нижняя часть переда. Раскроить нужно две детали. Метки все перенесите. Также есть данные о сборке. Деталь лифа переда. Раскроить нужно две детали в зеркальном отражении. Все метки перенесите. Деталь лифа спинки. Раскроить нужно одну деталь со сгибом. Деталь мешковины кармана. Раскроить нужно четыре детали. Метки перенесите. Деталь планки переда. Раскроить нужно две детали. Все метки перенесите. Есть метки для петель. Деталь манжеты рукава. Раскроить нужно две детали. Метки все перенесите. Деталь обтачки спинки. Раскроить нужно одну деталь. Метки перенесите. Деталь обтачки горловины переда. Раскроить нужно две детали в зеркальном отражении. Все метки нужно перенести. Обтачки горловины переда. Обтачку горловины спинки. И планки переда нужно кроить грубым кроем. И все детали проклеить дублерином. Для работы нам понадобятся иглы универсальные, нитки в цвет, кандибант или долевик, дублерин, 7 пуговиц диаметром 12-15 мм, мои чуть меньше. Шить буду из двуслойного муслина. Перед раскроем ткань нужно обязательно постирать и отутюжить утюгом с паром. Не бойтесь утюжить муслин. Просто не растягивайте муслин, а прихлопывающими движениями приутюживайте. И после декотировки и раскроя у вас должно получиться 2 детали лифа переда в зеркальном отражении, метки все перенесите. Деталь лифа спинки со сгибом. 2 детали нижней части переда, метки перенесите. Деталь нижней части спинки со сгибом, метки перенесите. 2 детали манжеты рукава. 4 детали кармана, метки перенесите. Две детали обтачки горловины переда раскроить нужно грубым кроем, то есть к припуску бумажной выкройки мы прибавляем по одному сантиметру. Так и выкраиваем и также выкраиваем дублерин. Далее совмещаем бумажную выкройку с деталями, скалываем булавками и вырезаем по контуру бумажной детали. Не забудьте перенести все метки. Так у вас должны получиться две детали обтачки горловины переда в зеркальном отражении с перенесенными метками. Таким же способом мы краим и детали планки переда. Краим грубым кроем, проклеиваем дублерином и вырезаем точно по лекалу. Также из детали обтачки горловины спинки. Вместо входа в карман у всех деталей юбки нужно проклеить полоской кандибанда либо тонкой полоской дублерина. Также к кандибанда мы проклеиваем и плечевые срезы спинки. Совмещаем детали спинки и перед олива лицом к лицу. Стыкуем плечевые срезы, скалите булавками, источайте на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Далее эти срезы обработайте на оверлоке. На оверлоке все изделие я буду обрабатывать трехниточным швом. Плечевые швы приутюжьте и заутюжьте наперед. Детали манжеты рукава согните пополам изнанка к изнанке вдоль длинных срезов. Приутюжьте. Соедините деталь манжеты рукава и изделия лицом к лицу. По меткам, перенесенным с бумажной выкройки, подберите нужную манжету к выбранной пройме рукава. Состыкуйте длинные срезы манжеты, состыкуйте срез рукава, скалите булавками, источайте на швейной машине прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Далее эти срезы обработайте на оверлоке. Припуски заутюжьте на спинку и перед и отстрочите на швейной машине на расстоянии 1-2 мм от края. Таким же образом обрабатываем и вторую сторону. Далее соедините детали переда и спинки лицом к лицу, состыкуйте боковые срезы, состыкуйте пересечения швов, скалите булавками, источайте на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Далее боковые срезы обработайте на оверлоке. Припуск бокового шва манжеты заутюжьте на сторону переда и застрочите прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Детали лифа подготовили, теперь переходим к нижним деталям платья. Одну из деталей мешковины кармана соедините с деталью нижней части переда лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы, состыкуйте метки, скалите булавками. Сточайте эти детали прямой строчкой на расстоянии 9 мм от края. То же самое сделайте и с противоположной частью переда и с деталями нижней части спинки. Далее все боковые срезы обработайте на оверлоке. Только что сделанные строчки приутюжьте и заутюжьте все припуски на мешковину кармана. Соедините нижние части переда и спинки лицом к лицу. Состыкуйте боковые срезы, состыкуйте все метки, состыкуйте срезы кармана, скалите булавками. Сточайте боковые срезы на швейной машине прямой строчкой. Строчку начните от верхнего среза юбки до первой метки. Вторую строчку прокладывайте от второй метки и до нижнего среза юбки. Строчку прокладывайте на расстоянии 1 сантиметр от края. Далее скалите булавками детали мешковины кармана. Сточайте срезы кармана прямой строчкой на расстоянии 1 сантиметр от края. Далее эти срезы обработайте на оверлоке. В процессе стачивания боковые припуски детали юбки отогните на сторону юбки. Готовые карманы от утежки. Боковые припуски юбки разутюжьте в разные стороны. С лицевой стороны юбки закрепите двумя параллельными строчками место входа в карман. Далее по верхнему срезу юбки проложите две параллельные строчки на швейной машине. Длину стежка поставьте на максимум, закрепки не ставьте. Строчки должны проходить на расстоянии 5 и 7 миллиметров от края. Далее соедините детали верха и низа лицом к лицу. Состыкуйте боковые швы, скалите булавками. Потяните за свободные хвостики ниток сборки юбки и соберите сборку верхнего среза юбки. Скалите верхний срез юбки и нижний срез детали верха. Я это делаю одновременно со сборкой. Вы можете сначала собрать сборку, а далее соединить детали верха и низа, как это показано в PDF инструкции. Свободные хвостики ниток завяжите на узелки. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Далее эти срезы обработайте на верлоке. Припуски приутюжьте и заутюжьте кверху. Обметайте низ изделия на верлоке. Строчку приутюжьте. Далее подогните низ изделия изнанка к изнанке на 2 см. Зафиксируйте булавками. Подогнутый низ приутюжьте. Далее отстрочите его прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1,5 см от края. Готовый низ отутюжьте. Переходим к обтачкам горловины спинки и переда. Плечевые срезы обтачек обработайте на верлоке. Приутюжьте эти строчки. Далее соедините обтачки спинки и переда лицом к лицу. Состыкуйте плечевые срезы. Скалите булавками и сточайте на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Припуски разутюжьте. Далее свободный срез обтачек горловины обработайте на верлоке. Подготовленную обтачку соедините с деталями спинки и переда лицом к лицу. Состыкуйте срезы горловины изделий и срез горловины обтачек. Состыкуйте плечевые швы, скалите булавками. Центральные срезы обтачек и изделия должны быть на одной линии. Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Припуски горловины надсеките каждые 1,5 см, не доходя 1 мм до строчки стачивания. Настрочите припуски на обтачку на расстоянии 1 мм от шва. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону лифа, образовывая перекант. Зафиксируйте обтачку по плечевым швам изделия. Также зафиксируйте обтачку горловины вдоль центральных срезов. Плечевые швы зафиксируйте на швейной машине строчку, прокладывайте с лицевой стороны изделия, точно попадая в строчку стачивания плечевых швов. А центральные срезы зафиксируйте прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Все отутюжьте и переходим к планкам. Деталь планки согните пополам лицом к лицу вдоль длинных срезов. Зафиксируйте короткие срезы планки булавками, стачайте их на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Уголки планки надсеките. Выверните планку на лицевую сторону отутюжьте. Хорошо расправьте уголки. Вот такие планки должны у нас получиться. Далее соедините деталь планки с изделием лицом к лицу. Состыкуйте все метки, состыкуйте один срез планки и центральный срез изделия. Скалите все булавками. Сточайте эти срезы на швейной машине на расстоянии 1 см от края. Припуски заутюжьте на сторону планки. Срез свободной стороны планки подогните на изнаночную сторону на 1 см. Этой стороной планки накройте припуски. Сгиб планки должен закрывать шов стачивания планки и изделия на 1 мм. Зафиксируйте булавками и сметайте. Продолжение следует... Также подготовьте и вторую сторону. Далее сметайте. После того, как сметали, приутюжьте. Отстрочите планку с лицевой стороны по всей длине на расстоянии 1 мм от края. Обязательно проверьте, что с изнаночной стороны планка тоже равномерно отстрочена. Уберите сметку и все хорошо отутюжьте. Далее с бумажной выкройки на правую сторону платья переносим местонахождение петель. А на левую сторону переносим местонахождение пуговиц. Метку для пуговиц я размечала, разделив петлю пополам. С помощью лапки для петель сделайте петли и сделайте в них отверстия. Пуговицы можете пришить вручную, а можете с помощью специальной лапки. Еще раз отутюжьте платье и оно готово. Это прекрасное платье для ваших девочек на летний сезон. Ставьте хэштег «Потыково платье Муслин». Отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых платьев!